всем привет сегодня поговорим о файловом менеджере курсейдер и о его возможностях значит ну например вот такой вариант имеется настроенный изобраз вот только что сейчас мы его посмотрели на виртуальной коробочке значит линукспин санамона там и вайн имеется и там со всеми как говорится наворотами хороший нормальный изообраз размером около 3 гигабайт а есть некоторые облачные хранилища которые позволяют закачивать образы размером не более двух гигабайт например mail.ru все нормально все прекрасно но к сожалению значит более 2 гигабайт она не позволяет закачивать и хранить образы как быть вот в частности у курсейдера в корневом режиме есть да и не в корневом тоже есть очень хорошая такая вот опция разделить файл и так вот имеется файл размером около 3 гигабайт его нужно разделить на две части чтобы можно было забросить спокойненько его на mail.ru вот опция разделить файл определяется пользователем размер в гигабайтах ставим полтора то есть я хочу разделить этот файл на два файла по полтора гигабайта подождем посмотрим и так довольно таки шустренько кроссейдер разделил файл на две части и вот появился очень интересный файл на crc ну давайте посмотрим что это такое значит идет название файла с которым он работал размер который был и вот crc то есть вот этот файлик довольно таки важная и полезная штучка теперь представьте себе что помимо всего прочего мы еще взяли и создали контрольную сумму для этого файлика для файлика изо вот он пишет что файлик создан на контрольная сумма и теперь мы еще можем ее и проверить на всякий случай в школе делаем так делаем контрольную сумму вот для этого файла а сам файлик должен быть вот здесь вот она вот проверим контрольную сумму а затем начнем значит наше упражнение на скажем так по проверке значит этого образа который мы разбили на две части как его скачать обратно и как все это дело проверить ну в конце концов получаем сообщение что проверка контрольных сумм прошла успешно вот всю необходимую подготовительную работу мы сделали смотрите 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 сюда вот я создаю папочку например там bbb или bb и вот в эту папочку я значит убираю файлик изо и контрольную сумму вот а здесь вот считаете что вы забросили на этот файлик наверх полтора гигабайта по условиям значит mail.ru подходит все и плюс сопровождающий этот файлик и скачали его обратно вот вы скачали его обратно и теперь вам нужно этот файлик соединить файл объединить файлы окей и вот он соединяется как говорится тут может быть и 5 и 10 и 20 частей зависит от величины вашего файла роли не играет ждем итак объединение файлов закончено и за образ создан и вот здесь получается что по опыту значит необходимо наверх забрасывать еще файлик контрольной суммы вот оно то есть если вы будете забрасывать на хранилище то в хранилище должен быть также и файлик с контрольной суммой для чего это дело делается вот допустим мы восстановились и теперь нам нужно проверить этот изофайл и контрольную сумму то есть вот то что мы восстановили соответствует оно в действительности или нет проверяем контрольную сумму значит ищем файлик с контрольной суммой вот контрольная сумма и проверяем проверка закончилась успешно контрольная сумма совпала значит практически все сделано было правильно и поэтому теперь ограничение которое предъявляет mail.ru для многих ваших больших файлов снято вы просто можете на файл разбивать на сколько угодно нужное вам количество частей и забрасывать их постепенно все значит на mail.ru или на любое другое облако ну которое вам выдает ограничение скажем по размеру забрасываемых файлов скажу еще за что мне нравится крузейдер что он позволяет работать ведь не только с изофайлами вот в чем вся штука то и прелесть то у него вот посмотрите ка я не знаю ну какой вот так вот например у меня есть образ который был значит сделан вот я сделал его сегодня 12,9 ну почти что 13 гигабайт вот это значит образ значит сделан акронисом в формате тип у меня здесь находится десятка моя и вот значит ну сделаю я папочку специально для нее вот напишу windows 10 вот вот смотрите значит файл ну давайте сделаем для него контрольную сумму да для десяточки вот и пусть он ее скажем так создает и так контрольная сумма создана вот этот файлик можем его посмотреть вот так вот все это дело выглядит и вот собственно говоря сама контрольная сумма ну а теперь значит что проверим ее проверить контрольную сумму и так проверка самой контрольной суммы прошла успешно теперь займемся собственно говоря чем разбиением файлика разделить файл значит определяется пользователем размер размер в гигабайтах и здесь вот поменяем нолик на девяточку и нажмем так 1 и 9 гигабайта разделить вот пусть он его по частям нам и разделит и так получилось 7 частей значит и практически вот из них собирается цельный файлик значит изо ну это легко дело дело делается объединить файлы ну и пусть они создадут файлик вернее не изо атиб только мы сейчас вот что сделаем и так теперь значит объединим файлики и так образ мы развернули вот он ну ну и теперь создадим к нему файлик контрольной суммы вот пусть он создает его а мы тем временем откроем вот здесь вот файлик с контрольной суммой и затем эти оба файлика сравним и так файлик контрольной суммы создан вот он ну ну давайте посмотрим что тут имеется значит б а 96 и 73 37 ну файлики полностью совпадают то есть практически образ мы разбили правильно и восстановили правильно то есть вот эти вот все файликов спокойно значит забрасывается наверх вместе с файликом контрольной суммы и вот с этим файликом затем в любой момент времени они скачиваются и при помощи на крузейдера все это дело восстанавливается поэтому я всегда и всем рекомендую пользоваться крузейдером файловый менеджер очень хороший двухпанельный и очень облегчает жизнь скажем так для многих пользователей удачи всем и в 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